Всем привет, с вами Серёга и сегодня я вам расскажу практически все способы заработка, которые вы сможете использовать, если у вас есть свой ютуб канал. Всего я их разделил на 4 такие вот колонки и первая колонка это у нас партнерские программы. Что у нас сюда относится? В первую очередь это конечно прямое сотрудничество с ютуб, то есть если вы подключаете прямую партнерку от ютуба от сенс и не отдаете никакие проценты медиа сетям, но в случае каких-то проблем с авторским правом, получением страйков, вам придется разбираться во всем самому. Если вы подключаетесь к любой медиа сети, ну например там AR, VSP группы и так далее, то вы отдаете 20-30 процентов своего заработка, но за эти проценты медиа сети решает все ваши проблемы с каналом, но может быть еще такая ситуация как у меня произошла с этим каналом по заработку, то есть меня просто взяли и отключили ни с того ни с сего от медиа сети и причем у меня там был один страйк по нарушениям принципов сообщества, это когда я выложил видео как получить бесплатные посылки, его к сожалению заблокировали, страйк в принципе скоро снимут, но пришлось подключиться к прямой партнерке ютуб, ну да в принципе и ладно, но основной мой канал он подключен к медиа сети конечно же. И реферальные программы, ну тут может быть все что угодно, то есть если вы например делаете обзор на товары с китаев, это EPN, AdminTad, где вы выкладываете товары и получаете процент от продаж, если у вас например канал по играм, то это какие-то игровые партнерки и так далее, ну тут в принципе все понятно. Мы переходим ко второму столбику, это прямые заказы от рекламодателей, рекламные вставки в видеоролик, ну тут все понятно, это преролл, пастеролл, то есть реклама в начале и в конце видео, ссылки в описании видео, обзоры товаров и услуг, ну например какие-то спонсорские посылки обозреваете и оставляете ссылку на спонсора, еще есть продакт плейсмент, это создание отдельного видеоролика посвященного какому-то продукту, который вы собираетесь порекламировать и также заказ лайков и комментариев, я пользуюсь сервисом пролог и иногда эпикстар. Мы переходим к третьему столбику, это собственные проекты, ну например продажа вещей с атрибутикой канала, можно зарегистрироваться на сайте всемайки.ру, создать какую-нибудь свою футболку, кепку и так далее с логотипом своего канала и соответственно оставлять на нее ссылочку в описании, чтобы ваши зрители могли приобрести товар с атрибутикой вашего канала. Следующий пункт это организация мероприятий и встречи со зрителями, ну как был например видео people, то есть там собираются все блогеры, приглашаются люди, люди платят за вход и общаются с блогерами, фотографируются, снимают видео, берут автографы и проводят различные мастер-классы. И третий пункт это написание статьи или книг, ну как например у Николая Соболева была своя книга по поводу youtube, что-то он там писал, рекламировал и везде, я даже ее не смотрел, да и в принципе пофиг. Так и последний наш столбик это сторонние проекты. Самый первый пункт это работа ведущим на мероприятиях и телевидении. Ну тут в принципе и так все понятно, если вы станете известным блогером, вас будут приглашать на телевидение поучаствовать в каких-то программах. Съемки в других проектах на ТВ это уже конечно посерьезнее, то есть например какой-то русский сериал и вас туда могут взять актером, если вы например хорошо владеете собой перед камерой. Выступление на семинарах и конференциях, ну это тот же самый видео people, некоторые блогеры ведут семинары, то есть рассказывают как они добились своего успеха и так далее. И индивидуальные консультации это практически те же самые конференции, но в индивидуальном порядке и более глубоко освещают какой-то вопрос. Вот такие у нас были основные способы заработка на своем youtube канале, если вам понравилось видео, то подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, с вами был Серега, впереди еще очень много интересных видео, всем пока!